Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегия. Помогать и спасать». И я ее ведущая Анастасия Данилочкина. Сегодня гость нашей студии Эльхан Камрианович Ибрагимов, врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, представляющий собой клинический госпиталь Лапино-Онкоцентр. Но прежде чем мы начнем нашу беседу, хотелось бы вынести на повестку такое вот самое главное и сокровенное. То, что в нашей студии сегодня врач-онколог. А онкология, как мы знаем, это сочетание двух понятий греческих, как груз, тяжесть и учение. То есть это познание чего-то самого-самого-самого сложного в жизни, такого груза бытия. И не случайно этот раздел медицины занимается доброкачественными и злокачественными опухолями, механизмом и закономерностями их возникновения, а также профилактикой и лечением. Наш гость также и химиотерапевт и представляет собой сторонник некой таргетной терапии. Или молекулярно-таргетной, или молекулярно-прицельной терапии. То есть что это такое сложное, будем пошагово разбираться. Ильхан Камрианович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде чем мы будем говорить с вами об этих сложных вещах и получать ответы на них, ну или попытки получить ответы, начнем с детства. Когда и как все началось? Детство было довольно-таки интересным и сложным периодом, надо это отметить. И, безусловно, если уже забегать вперед, можно уже сказать, что сложный период в плане обучения, он и был связан с тем, что я занимаюсь сейчас сложной такой наукой, как онкология в целом и противоопухолевая терапия. Надо понимать, что, безусловно, детство прошло у меня на Северном Кавказе. Это стык конца 90-х, начало нулевых. Надо понимать, что это непростое время, в принципе, для нашей страны. Когда у тебя в соседней республике, безусловно, годы за годами идут боевые действия, военные действия, поэтому, безусловно, школьное время было непростым. Надо это отметить, это хорошо помню. И, безусловно, для детишек, которые росли в то время, не было какого-то разнообразия в плане досуга. То есть, это, безусловно, был большой упор на учебу, это было много спорта. И, безусловно, это воспитание в кругу семьи, в которой я рос. Надо отметить, что я закончил школу с физико-математическим уклоном. То есть, это был определённый лицейный класс. Ну, это дисциплинирует. Это очень дисциплинирует, когда у тебя большое количество часов высшей математики, геометрии, физики, лаборантские работы. Ну, в общем, это было много и тяжело. Это было большие дифференциальные уравнения. И, безусловно, это отразилось на мне сейчас в том числе. Поэтому все 11 классов прошли. Ну, это вы уже в школу сейчас перешли. А я говорю вот о вашем детстве. Совсем ранние годы. Ну, безусловно, конечно, да. Где-то проклёвывалось вот это чутьё врачевание в начале. Какой-то триггер такой. Случилось не со мной, а с моим отцом. Дело в том, что просто он очень хотел стать врачом. То есть, человек, который два года упорно поступал в медицинский. Но надо понимать, что, к сожалению, даже в те 80-е годы в Советском Союзе привилегия быть врачом была иногда привилегией детей врачей. Поэтому, к сожалению... Это и сейчас так же. Это и сейчас тоже есть, да. И отцу было, конечно, тяжело самоучкой поступать в медицинский. И у него это не получилось. И, безусловно, это у него внутри затаилось. Он передал эту мечту своему сыну? Он не просто передал мечту. Он передал все те качества, которые он видел в будущем в себе, врача. То есть, все моральные аспекты. Я думаю, что да. В плане воспитания надо понимать, что, в принципе, отец меня воспитывал в своих устоях. Ну, родители, надо отметить, и мама, и отец. В определенных моральных устоях воспитывали меня. Где черное, где белое, где зло, где добро и так далее. То есть, если говорить с точки зрения отца, он воспитывал меня, безусловно, как человека ответственного, как человека в будущем, который будет заниматься жизнями других людей, здоровьем других людей. Мать же, являясь филологом, воспитывала меня, словно, на Достоевском, на русской классике. И, безусловно, это все большой пазл, который вот уже с юности, то есть, даже если брать дошкольный период, такая маленькая, но пропаганда такая, что ты будешь врачом, это не капалось постоянно. Почва, но это все равно прививается. Прививается. Отец-авторитет, маму, которую ты любишь, и они вас вот делают человеком. Прямо с детства вот на такой почве питались. На такой почве питался, и надо отметить, что на самом деле родители, после того, как я закончил один из классов, безусловно, когда все твои одноклассники поступают в определенные экономические вузы, то есть, занимаются физикой и математикой, и такими прикладными науками, безусловно. Родители задали мне вопрос, что если ты хочешь заниматься, условно, профильным тем, чем ты занимался все время в школе, безусловно, то есть, выбор за тобой. Мы ни в коем случае не знаем. Мы хотим, безусловно, ты стал врач. То есть, свободу воли где-то оставили, да? Абсолютно, да. Но к тому времени я уже полностью понимал, что, несмотря на то, что я заканчивал физмат, я точно буду врачом, и я буду помогать людям. И, безусловно, этот отпечаток уже в будущем, в медицинском, безусловно, сохранился. Не врач, но уже знаете, вот куда идти и поступаете. Соответственно, вы закончили Астраханскую медицинскую академию, АГМА, такая красивая, очень красивая с исторической точки зрения место, да? Да. Там вот это лечение эпидемии холеры, которая... Абсолютно. По Волже это очень тяжелый регион. Это тяжелый регион, безусловно, изначально, с учетом, это была некая такая кузница врачей для Северного Кавказа, для Калмыкии и там и так далее. То есть, безусловно, близость региона обусловлена тем, что ближайшая соседняя область, к которой можно было поступить. И, безусловно, выбор пал на Астраханскую государственную медицинскую академию. Еще надо понимать, что, конечно, исторически, с учетом тех кадров, которые готовила эта академия, то есть, это, безусловно, если брать годы основания, то это в плане Поволжья тяжелый, в плане ТИФа, холеры, регион такой немножко непростой. В 1922 году и в 70-х годах они спасли от холеры всю страну. Да. Надо это понимать, что там эпидемиология и инфекционная школа очень была сильная. И в плане подготовки клиницистов базовой надо понимать, что Астраханская медакадемия, она в этом плане славится на Южном федеральном округе в нашей зоне. То есть, получили в семье этот кокон, любовь к этой профессии, нужность этой профессии, важность этой профессии. Университет дал вам уже такую научную базу клиническую. И вы приезжаете в Москву. Это 13-й год. Да, это первый медицинский институт имени Сеченова. Но у вас факультет терапии. То есть, к онкологии пока еще к этим сложным вещам вы не подбираетесь, да? То есть, сначала это терапия. Да, это была общая терапия внутренней болезни, если быть точнее. Переезд в Москву не был запланирован. Откровенно говоря, должен был остаться в регионе, в Астраханском. И я очень хорошо трудился на научных кружках. Но были определенные семейные обстоятельства, которые вынудили меня уехать в Москву. И, безусловно, выбор пал на терапию. И не просто на терапию, надо это отметить на самом деле. Потому что, приехав в Москву, это был выбор, осознанный в плане выбора школы терапии. То есть, то, куда я поступил на кафедру внутренней болезни, пропедевтики и ревматологии, это клиника Евгения Михайловича Тареева, это, если отметить, сказать, что есть вот сложные, редкие заболевания, то, наверное, самая большая концентрация там орфанных заболеваний, редких, тяжелых заболеваний, ревматологических, нефрологических, находится именно в этой клинике. То есть, это была не просто терапия. Я сейчас, конечно, оборачиваясь назад, понимаю, что всегда выбор попадал на что-то очень сложное. Наверное, вот опечаток все-таки школьный, когда ты заканчиваешь школу с физико-математическим уклоном, когда тебе приходится решать очень тяжелые дифференциальные уравнения. И не хочу обидеть коллег смежных специальностей ни в коем случае, но, безусловно, когда я начал заниматься терапией сложных заболеваний, и там же мы начали изучать онковирусы, вирус гепатита Б с моим научным руководителем, и когда я начал соприкасаться с онкологией именно с точки зрения, потому что что ты делаешь первое в аспирантуре? Ты пишешь обзор литературы. Когда ты пишешь обзор литературы, безусловно, я начал изучать этот вирус. Почему пациенты с вирусом гепатита Б в 200 раз более склонны к развитию гепацеллюлярной карциномы печени? Потому что вот такой вот механизм есть, определенный канцерогенез. То, почему стимулирует вирус нарушение геномной стабильности. Поэтому, соприкоснувшись с этим, я понял, что вот оно самое нерешаемое уравнение в моей жизни. Онкология – это самое для меня сейчас. Это тоже остается, ну, не хочу показаться с новым каким-то медицинским, но тем не менее, если говорить про канцерогенез, если говорить про науку как онкологию, ну, я считаю, что это самое сложное. Я не беру с точки зрения какой-то там кардиохирургии, нейрохирургии, да, но в целом онкология как наука, она сложна. Почему? Потому что есть базовые физиологические параметры организма, анатомические параметры организма. Есть болезни, которые в той или иной степени меняют эти базовые фундаментальные значения организма. Есть онкология – абсолютно атипичное состояние, когда меняется, может, все системно, одновременно. То есть может поменяться. Работа сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, понимаете, анатомические параметры, биохимические параметры, и знать это все, и понять этот весь механизм, конечно, клиницисту намного сложнее. И для меня в плане понимания это, конечно же, первые поездки за рубеж. То есть у вас начинаются стажировки? Начинаются стажировки. Это Германия, Израиль? Да, началось не со стажировок. Это был все-таки путь, когда ты учишься в аспирантории. У меня была небольшая подработка, как у врача. Я вел определенный VIP-контингент пациентов, которые не лечились у нас в стране. То есть я был их таким семейным доктором, который должен был знать все и все. Безусловно, мои базовые знания это позволяли сделать. И этот контингент пациентов в той или иной степени наблюдался в Германии или в Израиле. И, безусловно, в моем юно-молодом возрасте эти были поездки на определенные консилиумы, на определенные методы лечения. И там я познакомился с зарубежной школой медицины. Когда первый раз ты посещаешь Шарите в Берлине, безусловно, для тебя это что-то... Кампус, огромный кампус в центре города со своей базой, когда можно перемещаться на велосипеде в течение получаса и не найти конца и края. Это очень интересно. Безусловно, наша медицинская академия, Сеченовский университет, это тоже большой кампус, но, безусловно, в той или иной степени раскиданный по городу. Ну, все равно некая такая... Когда ты прикасаешься к чему-то другому, то есть ты понимаешь, что здесь немножко по-другому все. И, безусловно, я там впервые столкнулся с тем, что там не было четкого разделения между специальностями в плане онкологии, допустим. То есть если ты врач, занимаешься желудочно-кишечным трактом, условно гастроэнтерологией, то ты знать должен от и до все раковые заболевания желудочно-кишечного тракта, лечить их, если ты терапевт, и проводить хирургические операции, если ты хирург в этой области. И для меня это было, конечно же, неким таким удивлением. Вызовом. Удивлением. Это было вызовом, да. И вызовом. В то время, когда ты начал заниматься онковирусом, и, безусловно, это было интересно. Ну, ваш аппетит, я так понимаю, всегда подогревался. Вам судьба раз и подбросит. Да. Какую-нибудь сложную задачку. Вот вы ставите себе, вы ищете сложное. У вас просто нюх такой, раз, вот сложная задача, надо ее решить, и судьба вас подводит. Я думаю, да, в той или иной степени. Понятно, что это была такая, то, к чему я пришел, это было вот не сразу. Да. Не было то, что я вот буду, вот там с третьего курса, да, у меня коллеги есть, которые, я вот буду вот таким вот хирургом. Я буду кардиологом. У меня такого не было. Потому что надо отметить, что если возвращаться назад, в Астраханскую медицинскую академию, а большое впечатление на меня тогда произвел, когда мы пришли там на первый курс, на первую лекцию по анатомии, и был такой профессор Минаков, который сказал, что, друзья, вот вас здесь сидит, там порядка 600 или 700 человек было у нас. Он сказал, что каждый третий из вас не будет врачом после окончания медицинского университета. Каждый третий. Каждый, то есть 30% по статистике, 30% врачей, которые заканчивают с дипломом медицинского университета, они не становятся врачами. Либо уходят какие-то пары медицинских услуг. Так. Для меня было это удивлением. Как это? Мы все пришли, мы выбрали. Мы выбрали, да. То есть и каждый третий не станет. Потом, безусловно, когда ты уходишь за рубеж, видишь ту школу медицины, которая есть там, когда врачом становится в более осознанном возрасте. Выбор идет специальности, в принципе, медицинского более в осознанном возрасте. Когда ты понимаешь, что вот это твое, у тебя есть склонность к таким наукам, нежели к таким. И там, конечно, врачи, подсознательные, они немножко другие в плане окончания. Мы же идем, это 18-17 лет. Еще пока много выбора, не знаем, что, куда, и время даже уходит, наверное, пока придешь к тому, в чем действительно понимаешь и что любишь. Надо же любить, что ты лечишь. Абсолютно. Да, вы же. Даже не то, чтобы любить то, что лечишь. Мы не любим то, что мы лечим. Я не люблю рак. Да, но я люблю... Так нельзя любить. Вы любите его излечить. Это, безусловно, это некая борьба. Хотя некоторые пациенты мои не предпочитают слово борьба. Они говорят, что это некий носит характер негативный. Но, тем не менее, надо понимать, что это противостояние. Противостояние меня, пациента, того арсенала, что у нас есть на борьбу с раком. А вы же стоите лицом к лицу к смерти. Абсолютно, да. Вы же на шаг. Причем вместе с пациентом. Я хочу отметить, что вместе с пациентом. Потому что без поддержки со стороны пациента, его окружающих и того, что мы делаем, и нашей, конечно же, психологической поддержки, безусловно, это борьбы и положительных результатов не будет. Поэтому, безусловно, если мы говорим, что вот выбор профессии, то есть у меня это произошло ступенчато, очень ступенчато. Надо понимать, что это, безусловно, внутренние болезни. Далее, это научная работа, это онковирусы. Опять-таки, если к ним возвращаться, то мы понимаем, что гепатит Бера является онковирусом. Как и гепатит С, как и вирус Эпштейн-Бара, как и вирус иммунодефицита и так далее. То есть это все индукторы. Индукторы опухолевого процесса. И, естественно, это стало интересно. Когда пошли первые контакты здесь, в России, в плане научной работы и с онкоцентром Блохина. То есть, когда после того, как контакты пошли с зарубежными специалистами, я начал понимать, что этот аспект нужно подтягивать. И тогда я понял, что это уже был год 14-15, я понял, что я точно двинусь в этом направлении. Но судьба вам подсказала, надо сказать. Абсолютно. Да, вела вас. Надо понимать, что родители мои, кстати, были не за онкологию. Врача в какой области вас видели? Они кем угодно. Это же в нашем обществе, оно есть такое, что... Вы понимаете, даже я уверен, что тема онкологии, она немножко для людей чужая. Никто не хочет особо обсуждать это. И даже обсуждать. Обсуждать это. Хотят, чтобы вот это негативное было где-то со стороны. Но не с нами, да. Но не с нами, да. Конечно. Поэтому вот я там условно переведу деньги в какой-то фонд, но, пожалуйста, больше, вот меньше об этом хочется слышать по телевизору. И, собственно говоря... Чтобы не касаться этого, и чтобы никогда это с тобой не случилось. Но, тем не менее, вы в этом находитесь, соприкасаетесь каждый день, думаете об этом каждый день, да. И в сферу ваших навыков входит лечение комплексное. Различных опухолей, различные локализации, да. Да. Потом злокачественные, доброкачественные опухоли, воспаление желудочно-кишечного тракта, правильно? Да. Таргетная терапия, о которой мы отдельно и подробно еще поговорим, потому что это очень интересный такой вид молекулярный, да, современный. За ним, наверное, скорее всего, и будущее. Таргетная, иммуноперсонализированная медицина, да, про это нужно говорить. Потому что это очень интересно. Это, конечно, бесконечно провести большой курс лекций, но попробуем сегодня немножко вкратце пройтись по этому. Для пациентов это очень сложно. То есть даже люди, которые очень приходят на прием, допустим, очень начитаны, для них это все равно что-то очень сложное. И приходится объяснять вот на пальцах. Вот приводить какие-то... А как вы объясняете на пальцах? Приходится проводить какие-то метафоры абсолютно, всегда. Какой-то конкретный пример можете? Какой-то конкретный пример. Ну, что запал вам душу, соответственно, вы об этом расскажете. Ой. То, что вот... Ну, на самом деле... Как пришлось говорить о сложных вещах просто. О сложных вещах просто. Объяснить и чтобы дать надежду человеку на жизнь, что он все-таки останется? Знаете, на самом деле это очень киношная сцена, когда там приходят и там доктор говорит, вы знаете, вам осталось жить в два месяца. Вот как в реальности? Расскажите, как в реальности. В реальности, если пациент ранее не знал о своем онкологическом заболевании, безусловно, приходит ряд диагностических мероприятий. Онкология – это все-таки наука уже на уровне микроскопа. То есть, надо понимать, что это диагноз морфологический. То есть, нам ставят его патологоанатоми, морфологи, то есть, хирурги, либо мы, онкологи, берем определенный участок ткани и начинаем его исследовать. Гистология, да? То есть, мы проводим биопсию, исследуем это гистологически, проводим ряд иммуногистохимических реакций и понимаем, что здесь не доброкачественные клетки, здесь атипичные злокачественные клетки. А мы сразу тогда вот к вам вопрос. Да. Клетка здоровая и онкобольная, чем вот они отличаются? Что это за механизмы и процессы возникают, которые заставляют клетку по-другому действовать? Я попробую очень вкратце объяснить этот механизм, на самом деле, почему? Но это же загадка и не решенная, так понимаю. Это решенная загадка, на самом деле. Уже решенные есть ответы. Понимаете, как это решаемая задача? Решаемая задача. Но что запустило в клетке эти механизмы? Потому что современная наука говорит о том, что в человеке постоянно образуются раковые клетки или микроопухоли, которые погибают или рассасываются, если есть противоопухолевый иммунитет. Да, адаптивный иммунитет называется. И если мы его теряем, то получается, что как бы всё раскрывается? Мы не совсем теряем иммунитет. У нас иммунитет, он, в принципе, работает всё время. Наш иммунитет работает всё время. Если только пациенты не с иммунодефицитом, не с врождёнными дефектами в плане иммунодефицита. Надо понимать, что если говорить в принципе про рак, про онкологию, то онкология – это геномное заболевание. Не хочу употреблять термин «генетическое», потому что происходит нарушение… Это неправильно, да? Не совсем. Наши зрители нас могут не понять. Потому что когда ты говоришь «генетическое», для людей идёт восприятие, что это на уровне того, что тебе передали неправильные гены твои родители. То есть это наследственная проблема. Да, есть наследственные раки. Это другая тема для разговора. Но мы говорим про геномную ошибку. То есть наши клетки постоянно делятся. Всегда. Все клетки постоянно делятся. Вот представьте себе желудочно-кишечный тракт. Часть клеток умирает, часть клеток делится, потом часть клеток этих умирает. И так постоянно идёт процесс. Если бы часть клеток не умирала, наш бы желудочно-кишечный тракт, по-моему, около 16 километров составил. Что-то в этом роде. То есть если он просто постоянно делился. Мы бы стали гигантами. Да, часть клеток, она должна, всё-таки у неё есть апоптос, она естественным образом должна умирать. Так, это понятно. Да, представьте себе этап деления клетки. То есть одна клетка должна передать свой набор ДНК своей дочерней клетке. Вот от материнской клетки до черней клетки. То есть в какой-то клетке каждый день может происходить нарушение передачи от материнской клетки до черней в плане ДНК, построения ДНК. Но наш организм, есть большое количество механизмов ДНК, репарации, когда восстанавливаются эти ошибки. То есть есть ошибка при делении, при передаче генома, наш организм, наша клетка это видит, она исправляет тут же эту ошибку. И таких ошибок в день порядка 10 или 100 тысяч может происходить в организме. Это нормально. Это нормально. Наш организм к этому полностью готов, он с этим справляется. Да, абсолютно. Но в какой-то момент может произойти так, что начинаются аккумулироваться вот эти генетические ошибки, и клетка не успевает среагировать на эту ошибку и её исправить. За счёт чего не получается исправить, потому что их либо очень много, этих эффектов, а их очень много обычно с возрастом. То есть если тебе пожилом возрасте, всё-таки онкология, эта штука, большая часть своей, это возрастная. То есть это пациенты 60-65+, начинается запуск, когда организм не успевает исправлять этот генетический дефект. И начинаются аккумулироваться мутации, то есть вот это вот нарушается стабильность генома, и начинаются мутации. То есть уже ненормальная ДНК по сравнению с материнской, представили себе. Но в этот момент то, про что вы сказали, включается наш иммунитет. Если этих клеток много, они аккумулируются, и уже есть часть клеток, да, наш иммунитет полностью с этим справится. И в принципе справляется, может справляться каждый день. То есть несколько тысяч клеток таких может вот уже смутированных образовываться. Но наш адаптивный иммунитет, либо врождённые, это НК клетки, либо Т-клетки, они полностью справляются с этими клетками, они их уничтожают просто. Хорошо. А значит, когда мы, когда организм перестаёт исправлять эти ошибки, получается сбой, да, и что-то идёт не так. Мы отметили, мы отметили, что почему происходит сбой, и почему эти ошибки мутируют. Да, что это за ошибки. Это всё-таки надо понимать, мы поняли, что это с возрастом, потому что постоянно, ну, к 70 годам постоянное деление, деление, бесконечное деление. И всё больше и больше. Надо понимать, что здесь ещё есть экзогенные факторы, канцерогены. То есть, если у вас есть внешние факторы, такие как курение, алкоголь, ожирение, наличие сопутствующих заболеваний, онковирусы, вот, это всё экзогенные факторы, которые там ультрафиолет, асбест, ну, можно про это бесконечно говорить. То есть, мы, ну, то есть, мы, получается, наш организм запускаем ещё и дополнительный фактор, который будет влиять на большее количество этих дефектов, понимаете, и большее количество клеток. Понятно. Произошли ошибки, организм не успевает с ними справиться, и что дальше? Организм не успевает, иммунитет, иммунитет, иммунитет. Уже раковая клетка уже есть. А, она уже есть? Да, иммунная клетка начинает включаться на этапе, когда есть вот атипичная клетка. То есть, на этапе, когда происходит геномная нестабильность, там справляется сама клетка. Она, вот, мембрана клетки, она же всё-таки нормальная, она понимает, что у неё ген дефектный. Она посылает сигналы. Спротивляется. Она говорит, она сама себя убивает. Вот там даже. То есть, апоптос включается и говорит, всё, я плохой. Я онкологическая клетка. Харакири, да, такое некое, да, я называю это Харакири. Это так происходит? Так и происходит. Клетка говорит, у меня ненормальный ген, он не должен дальше размножаться, мы не должны быть такими дальше, больше, у нас не должно быть больше, я себя убиваю. И, безусловно, включается такой вот механизм апоптоза, посылает клетку и сама себя просто клетка разрушает. Это у любой клетки нашего организма? Это у любой клетки. У любого органа? Если будет дефект в гене, и у вас нормально работающий ген, И клетка сама себя убивает. Сама себя, то есть, да, включается апоптоз такой некий. То есть, представляете, то есть, это настолько большое. А если она себя не убила, простите, да? Вот если она себя, естественно, не убила, происходит деление. Да? То есть, она себя размножила дальше, 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 и выросла в злокачественную опухоль. В ткань, да. Знаете, как клетки делятся? Клетки же, это всё-таки очень маленькие частицы. Они начинают делиться активно. И атипичные клетки, они очень коварные. Раковые клетки, в принципе, рак, он очень коварный. С точки зрения, меняет полностью архитектонику самой клетки. Биохимические реакции. Даже считается, что процессы идут в другом направлении? Против часовой стрелки, например? Представьте себе, что вот мы сказали, что часть клеток должна умирать в здоровом организме. В здоровом, так. Здесь они не умирают. Здесь запускается процесс бесконечного деления, при том, что старые не умирают. И представьте себе, это всё делится постоянно, и, безусловно, мелкие клетки разрастаются в определённую ткань. Что же это за загадка онкологии? Это не загадка. Я сейчас не буду говорить про более детально. На самом деле люди посвящают, про то, что я сейчас говорю, в каких-то общих чертах. Люди посвящают целую жизнь свою на то, чтобы изучить контакт. Вот почему идёт сигнал от мембраны клетки внутрь, чтобы она себя уничтожила. Понимаете, это же процесс апоптоза. Это такая тайна на уровне клетки. Это не тайна. Организм-то, понимаете, как очень сложная, структурированная машина. И это всё с точки зрения биологии. Это ещё сложнее, чем просто творение. Это настолько... Это, понимаете, как космос, да, только в клетке. Понимаете, для нас, вот как говорил там Сократ, чем больше я познаю, тем больше я понимаю, что я не знаю. Понимаете. Абсолютно. И тем больше я изучаю от канцерогенез, тем больше я... Вот мы пришли к тому, что вот когда я начал этим заниматься. Вот буквально я могу, конечно, врать, что каждый день. Но тем не менее мы получаем данные от учёных с разных точек, там, конца света. Доклады в плане канцерогенеза, в плане лечения. И каждый посвящает там 20 лет жизни на то, чтобы понять, как работать синапсы условно на уровне Т-клеток и опухоли. Да, и этим учёным дали на близкую премию в 2018 году. Значит, вот если подытожить, то получается, что раковая опухоль, состоящая из раковых клеток, которые обладают особой спецификой. Это, значит, быстрое бесконтрольное деление, да, инвазия в соседние, как бы, ткани и метастазирование в отдалённые органы. Далее при помощи вот инвазии... Вот такой коварски сложный организм. Абсолютно. То есть вот эта вот теория, это было особенно актуально там несколько десятилетий назад, что рак – это какая-то локальная такая вот проблема. Вот она вот здесь возникла, и всё. Вот если мы её вырежем, мы вылечим пациента. Это не так. Это не так. Потому что это постоянная метастазирование происходит. Представь себе, вот идут постоянные проблемы с кумульерной мутацией, и идёт инвазия. То есть у нас в крови и в лимфодической системе уже могут циркулировать эти мелкие клетки. А, то есть она себе уже там... Даже если мы на второй-третьей стадии выделяем рак. Дело себе будущее. Конечно, конечно. Поэтому, допустим, если брать приблизительно там рак на второй-третьей стадии, мы можем локально удалить опухоль. Не обходится и без профилактической химиотерапии, либо таргетной терапии. Поэтому для того, чтобы что? Для того, чтобы эти мелкие клетки, которые в принципе где-то захотят, которые мы не видим ещё по данным компьютерной томографии, но это микрометастазы уже где-то могут быть. Поэтому пациентам так и объясняем, что особенно пациентов, знаете, мне же выделили, ну мне же вырезали уже рак. Ну да, откуда он? Приходят, доктор, зачем мне химиотерапевт? Да, ты ему начинаешь вот на таких пальцах объяснять, что, как инвазируют для того, чтобы, вот вы понимаете, это как надо провести такую профилактику для того, чтобы больше у вас не было рецидива. Вот, поэтому вот таким вот языком... А вы занимаетесь именно пациентами четвёртой стадии, да? Я занимаюсь всем, на самом деле. Здесь надо отметить, что у меня нозология от головы до пяток, то есть от глиобластом до сарком, вот, и безусловно, это может быть пациентом, как и на ранних стадиях, сейчас уже нет понятия, как химиотерапевт. То есть это немножко старое понятие, там, из прошлого века ещё, когда сейчас мы, вы уже про это сказали, что есть таргетная терапия, иммунотерапия, гормонотерапия, биотерапия. Ну да, таргетная, я имею в виду то, что традиционная химиотерапия, гормональная тоже, наверное, входит в химиотерапию. Это всё противопухолевое лечение. Вот давайте про это таргетное поговорим, ведь таргет с английского языка это цель, мишень. То есть это молекула, которая направлена прям строго в цель и не травмирует здоровые клетки, то есть именно просто вот в клетку, которая поражена уже онкологическая. Правильно? То есть это молекулярная терапия? Это биологическая терапия. Это цель, мишень точечно. Это точечная терапия. То есть не так губительно для организма? Ну, это не так токсично. Не так токсично. Есть определённая токсическая воздействие, безусловно, таргетная терапия, она тоже бывает разной. Есть таблетированные варианты, есть варианты. Но за ней будущее, потому что она так убивает. Будущее за таргетное, будущее за иммунотерапию. Мы сейчас, знаете, если бы я пришёл, наверное, в свою профессию лет 30-40 назад, она была бы не такой интересной, как сейчас. Надо понимать, что мы находимся на стыке. На очень таком стыке, когда мы почувствовали верхушку айсберга, мы можем дотянуться, мы можем сейчас излечить пациента даже на четвёртой стадии рака. То есть это уже не чудо. Это уже не приговор. Это уже не приговор. То есть мы понимаем, что путём иммунотерапии, путём таргетной терапии мы можем излечить пациента полностью. Понимаете? И, безусловно, для меня, как клинициста, это страсть. Мы начали говорить, что сейчас вся наука делается под микроскопом. Так. То есть исследуется геном, вот этот патологический геном, то есть патологическая клетка, которую полностью мы начинаем изучать под микроскопом. Проводятся определённые иммуногистохимические реакции, проводится молекулярно-генетическое исследование. Практически нет нозологи, где мы не берём определённые параметры, где мы не исследовали определённые точки приложения для таргетной терапии. То есть мы понимаем, что вот меланома, здесь может быть мутация в гене Бераф. Понимаете? Вот. И если мы воздействуем на этот молекулярный путь, мы его ингибируем. И тем самым клетка через этот сигнальный путь не может давать сигнал о том, чтобы она дальше размножалась. И мы даём ингибиторы Бераф, и тем самым пациент, то есть это обычные таблетированные лечения, и тем самым… А ингибитор – это и есть химиотерапия, да? Это таргетная терапия. То есть мы ингибируем определённый дефект. Но это не яд, это не токсин, да? Это не токсин. То есть мы выявили мутацию, мы можем на неё воздействовать. Мы выявили, что здесь активное размножение идёт путём передачи сигнала по вот такому каскаду. Бераф, МЕК и так далее, и так далее. Сейчас не буду более подробно рассказывать. Представьте себе, вот нам об этом сообщают гистологи. Морфологи говорят, вы знаете, мы выявили, здесь есть Бераф плюс положительный меланом. Здесь клиницисты, конечно, у нас есть уже арсенал препаратов, которые мы можем предложить пациенту, то есть и вылечить даже при четвёртой стадии рака. И качество жизни не изменится? При том, что это не будет не токсично, это будет не... Ну, там есть определённые нежелательные побочные действия. Безусловно, есть пациенты, у которых индивидуальная непереносимость препаратов. К сожалению. То есть у меня там несколько пациентов, которые, к сожалению, ингибитор Бераф не переносит, повышается температура до 40, гиперемия. То есть это такая некая аллергическая реакция. И вы возвращаетесь к традиционным, да? К сожалению, мы не можем дать. Но в плане меланомы здесь есть хорошая альтернатива альтернатива в плане иммуно-тернативы, потому что очень иммунокомпетентная опухоль меланома, и тоже есть хороший результат. И вот представьте себе, мы сейчас, то есть есть ряд лабораторий, которые не просто вот мы говорим, исследуйте вот здесь БРАФ. Они исследуют всё. Могут исследовать 300 мутаций генов, 300 генов, могут исследовать 500 генов, могут исследовать молекулярные пути между этими генами. И это уже получается очень персональная такая медицина. Индивидуальная, да? Индивидуальная, то есть это абсолютно. То есть мы переходим, будущее онкологии, это заперсонифицированная медицина. Безусловно, уже сейчас можно говорить, что мы уже на этом шагу. То есть мы переходим от стандартов, золотых стандартов к лечению более индивидуальным методом лечения. Это иммунотерапия, картитерапия, Т-клеточная терапия, это вакцина профилактики, вакцинотерапия и так далее. То есть это всё будущее, и мы видим, вот мы же говорим, мы дотронулись до верхушки асберга. То есть будет излечение, получается? Я думаю, что не за горами. Не за горами. Очень хочется застать, конечно, свою эпоху это. Застанете. И ваши страсти победить этого. Победить это, да. Этого врага. И пациентов, понимаете, ведь пациенты, которые условно 20 лет назад болели, и которые могли бы жить долго, излечиться от рака, пациенты, которые не получили этого достойного лечения, таргетной той же терапии, иммунотерапии. То есть этого тогда не было. И, безусловно, мы понимаем, какой пул пациента. Это уже гуманистическая сторона нашей работы, понимаете? Морально, конечно. Мы понимаем, что каждый год миллионы жизней забирают это заболевание. И мы можем помочь в будущем и тем, кто когда-нибудь заболеет, либо уже болеет сейчас. Вот вы сказали, что рак, он коварен. Вы проговорили это слово. То вот его распознать, ведь очень трудно. Как вот мы же можем жить и не осознавать, что это в нас происходит и уже на более поздних. Вот когда, где и как остановиться и понять, что это происходит. Это же ничего не болит? Это чаще всего ничего не болит. Чаще всего ничего не болит, понимаете? Чаще всего ничего не болит. И уже диагноз, когда слишком поздно, и вам приходится работать практически с безнадёжными пациентами. Именно так, именно так. Какие звоночки, которые могут нам сказать об этом? Мы ведём большую работу над профилактикой рака. Мы ведём большую работу с врачами первичного звена, терапевтами, поликлиниками, специализированными там, смежными специалистами для того, чтобы пациенты... Задача сейчас онкологии не выявить, даже вот уже вот это, знаете, уходит на старый... Уже остаётся позади, когда задача выявить рак на первой и второй стадии. Задача, чтобы рак не возник. В принципе, вообще не возник. А что для этого нужно сделать? Опять-таки, на примере моей научной работы, гепатит B должен быть детектирован и вылечен. Либо пациент должен контролировать это всё. А контролировать путём терапевта, гипотолога, инфекциониста. Просто я говорю на примере. И поэтому это большая работа, когда задача государства и здравоохранения в целом не дать развить рак. Потому что если даже рак возникает на первой и второй стадии, это большие экономические затраты. Это качество жизни пациента меняется. Это большая хирургическая операция, радиооблучение, химиотерапия и так далее. Трагедия для самого человека. Понимаете, трагедия для человека, который теряет, условно, год на то, чтобы вот сейчас побороть рак и дальше вот жить. И не факт, что вот у него дальше не будет, не возникнет рецидив. Поэтому задача уходит на то, чтобы рак не возник. А это возможно? Это возможно. Опять-таки, на примере вот того, вот про что мы говорим. Опять-таки, не дать выявить онковирусы на раннем этапе. Это борьба с канцерогеназом. Это работа с иммунитетом. Да, иммуно-онкология сейчас просто на передовой находится. Понимаете, в плане изучения. Это, безусловно, допустим, борьба с предраковыми заболеваниями. То есть тот же колоректальный рак при проведении колоноскопии, при удалении полипа можно полностью, вот вы гарантируете, что у вас не возникнет колоректальный рак, по крайней мере, там на 90-85%. Понимаете, вовремя удаленный полип из кишечника. А что такое удаленный полип из кишечника? Это в 45 вы идете на колоноскопию. И раз в два года его проходите. Выявили полип, удалили, все. Через 10 лет у вас точно не будет рака. Но если вы не ходите на колоноскопию, я просто говорю на прием, на примере, то через 10-15 лет этот полип может, безусловно, перейти уже в раковое заболевание. То есть полип – это предраковое заболевание. Денсплазия происходит и так далее. И вот таких вот примеров много. Вирус папиллома человека. Понимаете, как? Вот есть прививка от вируса папиллома человека. Почему наше население, особенно дамы, они не пользуются популярностью вируса папиллома? Ну, прививка от вируса папиллома человека. И вот так вот. Эпштейн вируса, Эпштейна Бара и так далее. То есть как бы вредные привычки. То есть это профилактическая работа с населением. Япония взяла сейчас за это очень активно. Запад берется активно с этим работой. Я видел это за рубежом. То есть когда задача, чтобы у онкологов было меньше работы. Было меньше работы, да. Пусть изучают, пусть мы занимаемся наукой, будем изучать и так далее, и так далее. И в конце концов какой-то... Поэтому и нет универсального средства от рака. Понимаете, настолько рак разнообразен, настолько разнообразен канцерогенез. Биология рака невозможна. Разнообразные формы и стадии его лечения. Поэтому я и занимаюсь... А сколько видов и форм, многообразия рака? Это может быть, понимаете, в зависимости от дифференцировки. В зависимости... То есть есть определенная дифференцировка клеток. По типу у каждого рака практически. В зависимости от мутационного статуса. Мы понимаем прогностически. То есть получается, что у одного рака много-много лик таких. И мы... Да, он многолик. Многолик, конечно. Коваренный многолик. Поэтому, безусловно, это большая этическая работа. Это с пациентами, которые еще вот на этапе находятся поликлиник. То есть если мы говорим про какие-то симптомы рака, нет же определенных, понимаете, симптомов. Безусловно, симптомы возникают на поздних стадиях. На поздних уже стадиях. Ну вот. Конечно. Это на поздних стадиях. Болевой синдром, непроходимость. Какие-то... Некоторые пациенты отращивают опухоль. Такое тоже бывает. То есть рак молочной железы, он легко же его прощупать. Да. Момография, пожалуйста. Сейчас везде доступно. То есть ответ такой. Профилактика. Нужно постоянно следить. Без профилактики никуда. Но опять-таки профилактика. Вы, к сожалению, не гарантируете себе, что у вас не возникнет. Но по крайней мере... Ну просто когда ничего не болит, ты ничего не обследуешь. Пока гром не грянет, что называется. Да. Хочешь жить просто. Иногда некоторые пациенты игнорируют такие небольшие симптомы. То есть болевой синдром легкий. Он есть каждый день. Астенический синдром. То есть слабость такая. В принципе, мы каждый день в мегаполисе работаем. Мы понимаем, что я устал. То есть, хотя это уже хроническая усталость. Надо чем-то вот подумать о том, что у тебя может быть. Безусловно, мы не говорим о раке. Мы говорим о предраке. Рекомендация. Рекомендации для кого? Для онкопациентов или для всех? Нет. Вот для обывателей. Для всех. Для обывателей. Я хочу сказать, чтобы люди не боялись слова рак. Не боялись онкологии, как и науки в целом. К сожалению, надо понимать, что даже если мы не сами станем пациентами, кто-то из наших близких и родных им может быть. Я уверен, что кто-то где-то как-то сталкивался. С точки зрения надо понимать, что нужна психологическая поддержка. Нужно собраться. Надо понимать, что сейчас рак полностью контролируется даже на запоздалых стадиях. Даже на четвертых стадиях мы можем излечить пациента от рака. Мы понимаем, что для этого не нужно унывать и так далее. То есть нужно собраться мыслями. Нужно понимать это все. И для того, чтобы он у вас не возник, безусловно, вы должны прислушиваться к своему организму. А с какого возраста нужно начинать эти все профилактические меры? Все-таки надо понимать, что это возрастное. Мы понимаем, что есть определенный для каждого пола. А как же рождается уже с генетическими такими вражденными? С генетическими, но это опять-таки из анамнеза. Если вы понимаете, что у вас несколько поколений в семье болело раком и заболеванием, то вы находитесь тоже в группе риска. Это группа риска. Но вы тоже сказали, что атмосфера меняет, где находится человек, какие-то канцерогены и так далее. Ведь независимо, куда мы попадем в следующую минуту. Конечно, вы можете там... Кто-то родился рядом с заводом, где производят шифер, а с бестовым каким-нибудь заведом. Кто-то работал с асбестом, пожалуйста. То есть находится в группе риска, большой-большой группе риска. И это все канцерогены. А можно работать на вредном производстве, пить, курить, наслаждаться. И ничем не заболеть. И ничем не заболеть, прожить долгую, счастливую жизнь. А можно вести правильный образ жизни. И может заболеть раком. И заболеть. Вот где эта грань? Поэтому надо прислушиваться к своему организму. Надо чувствовать его. А он молчит? Не всегда организм молчит. Поймите, что организм очень такая тонкая структура, очень сложная биохимическая машина. И поэтому к нему надо прислушиваться. Научите. Как прислушиваться? Что это за сигналы такие? Может быть, знаем и будем больше чувствовать? Безусловно. То есть, опять-таки, вы должны понять, что... Меня очень удивляет иногда, когда много автолюбителей среди нас. И мы каждый год, как по часам, ходим на ТО. Два раза в год. Да. Мы ходим на техническое обслуживание. Да. Вы знаете, машина идеально у вас... Нет, на машине ничего не стучит, не шумит. Она идеально ездит. Почему вы на ней не ездите дальше 5 лет, 10 лет? Почему? Вы знаете, потому что она сломается. Так же и с организмом. С организмом мы так не видим. Вы понимаете, как вот у вас организм, вы говорите, вот у меня же ничего не беспокоит. Я же хорошо себя чувствую. Вот так же и здесь. Надо понимать, что с возрастом 40+, 45, надо понимать, что надо прислушиваться к своему организму. Если даже он тебе ни о чем не говорит, то нужно пройти какой-то плановый небольшой диспансерный осмотр. После 45? 40-45. А до этого можно жить? Что? А до этого? В принципе, да. В принципе, да. Если вы не наблюдаетесь у специалистов, условно, если мы говорим с гепатитом B, если вы не наблюдаетесь уже у специалистов, то это, конечно, вот так вот. Если вы абсолютно здоровы, в принципе, когда-то проходили медосмотр и понимаете, что у вас нет каких-то хронических серьезных заболеваний, болезни крона, ну, приблизительно, то, конечно, в принципе, да, мы же определили сами, что это генетический дефект, который приходит все-таки с годами. Потому что процесс деления к 60 годам – это миллиарды делений, понимаете? А процесс деления пациенту, когда человек 20 лет, конечно, молодой организм работает, система как отлаженные часы, понимаете? То есть наша биология, нормальная биология и нормальная физиология работают, в принципе, всегда идеально. Пока не вмешиваются какие-то внутренние и внешние факторы, которые могут воздействовать на это. Мы пытаемся нарисовать портрет психологически пациента и очень индивидуально к нему подойти. Ну, безусловно, когда у тебя много пациентов, ты проходишься очень быстро, но все равно приходится задерживаться. Пациенты, которые говорят, вот они озлоблены на все, они даже могут быть озлоблены на врача тоже. И на свое окружение. Мне говорят, вот я жил, у меня столько было планов, условно, пациент, которому 50 лет. Я был счастлив, а вы отобрали у меня. Мне надо прожить, там, мне пациенты, некоторые приходят и говорят, мне надо прожить 8 лет. Я понимаю, что я не могу ему гарантировать 8 лет зависимости от нозологии. Там, условно, мы можем пережить 5-летнюю выживаемость. Для нас всегда срок. А вы даже знаете примерно срок, сколько проживет ваш пациент? Он всегда, мы приблизительно понимаем на лечении пациент там. Мы знаем статистику. Мы не знаем, как проживет именно этот пациент. Мы знаем статистику. Поэтому эта киношная сцена, опять-таки, она немножко, конечно, немножко подпорчена, немножко пафосно представлена. Но, безусловно, мы владеем цифрами статистики, что при лечении мы 5-летний порог будет таким, 3-летний порог таким и так далее. Когда пациент приходит и говорит ко мне, мне нужно прожить 8 лет, я говорю, что мы обязательно их проживем. Я не могу ему говорить, что там, нет, вы знаете. Ну и нельзя другое сказать, если человек так построен. Потому что пациент, вот не могу сказать, но подсознательно, когда человек подходит очень позитивно к терапии, в принципе, к болезни, когда он подсознательно дает себе устои, что вот он вылечится от рака, я не могу сказать, что вот он действительно, это произойдет. Ну это какой-то залог успеха, да? Но он легче переносит терапию, он психологически настроен, и я иду к нему навстречу, потому что могу ему прописать определенное, более токсическое лечение, допустим, и он будет выполнять все рекомендации, которые ему дают. Понимаете, и каждый день на премию у тебя разные люди. Да, и каждый свой свой бой. Разные люди с точки зрения религии, с точки зрения философии, прожитой жизни, у всех свои истории. Я думаю, с учетом того, что мы с ними еще очень часто встречаемся, цикличность там, раз в неделю, две недели, раз в три недели. Мы практически иногда про пациентов, которых лечим, гадаем, мы знаем про них все. Как и они уже про врачи. Это тоже очень интересный факт. Да, это асимбиоз. Потому что там кто-то начинает рассказывать, я там выдала дочку замуж, у меня родился внук там. Ну вы же становитесь частью судьбы. Это позитивно, конечно. Это тоже позитивно с точки зрения, потому что есть пациенты, с которыми нам приходится сгорать. Знаете, есть такая латинская пословица «служу другим, сгораю сам». Алисинсер менду консумер. И, безусловно, мы каждый день сгораем. Немного, но сгораем. Ну это и понятно. И, безусловно, когда ты получаешь хоть какой-то положительный эффект на лечение, когда ты видишь, что ты помог, тебе удалось вот здесь вот немножко, но сразиться с раком, то ты получаешь наслаждение от того, что вот получил улыбку пациенту. С точки зрения морали и этики, это очень классно. Ну ты спас. Жизнь. Ты заряжаешься, заряжается пациент, ты пытаешься передать эту энергию другому пациенту, ты пытаешься комбинировать этих пациентов, чтобы вот они друг друга настраивали, ты настраиваешь их на позитивное. Поэтому, безусловно, я у пациентов всегда, всегда им рекомендую что-то более, жить чем-то кроме своей болезни. Жить второстепенными, то есть окружающая наша жизнь, она же прекрасна, понимаете? Она прекрасна, у нас куча музеев, прекрасные люди улыбающиеся, у нас может быть счастье же не в деньгах, да, оно может быть вот в окружающем нас мире, я не знаю, в вкусном десерте, да в солнечном дне, вот сегодня прекрасный день у нас. Понимаете? И радоваться мелочам, это же и есть счастье, радость, это же и жизнь. Каждый день вот она жизнь. У меня вот была пациентка на примере, наверное, такой, она мне сказала, Ханки Мранч, мне нужно, вот у нас будет годовщина через, там, по-моему, год, нет, через 9 месяцев она сказала, у нас будет годовщина с мужем, мне нужно встретить эту годовщину в Абрау-Дерсопе, в Краснодарском крае. Мы там с ним первый раз познакомились. Говорит, вот я готова на все, что вы скажете. Это была пациентка тяжелая, очень тяжелая пациентка с точки зрения запущенности. И мне нужно прожить, вот мне нужно встретить годовщину там. Я должна дожить до этого. А дожить до этого. Вы знаете, Боже мой, как трогательный. Не хочется на такой ноте, но она дожила. И, к сожалению, не стало там через 2 месяца после того, как она дожила. И слова благодарности, которые были написаны, после этого, это, ну, когда ты получаешь это, это неравноценно ни с чем в этой жизни. Да, непередаваемое сильнейшее чувство, что вы помогли. И в то же время есть пациенты, которым мы при помощи лечения даем годы жизни. Три года, пять лет, десять лет. Они не ценят. То есть они вот начинаются опять, вот эта вот рутина начинается, вот они возвращаются в эту вот негативную фазу своей жизни. Забыли. И забывают. И забыли. Вот это непростите. В принципе, мы все забываем жить. Мы все с вами забываем жить. Мы все в работе, мы все в делах, у нас какая-то рутина. Так, может быть, и посылаются эти болезни и онкологии, чтобы мы вот включали здесь что-нибудь? Чтобы мы задумывались. Вы все ищете философский потип сверху. Я думаю, что оно правильно. Это очень классно, на самом деле. На самом деле, может быть, стоит задуматься, почему. Возможно. Возможно, всякое возможно. А вы не согласны? Тогда это все рулетка. Я не могу судить с точки зрения, потому что здесь теории может быть очень много. Ну, к какой теории вы склонны? Я не совсем склонен к теории. Я все-таки, учитывая мою, клиническое мое мышление в плане физико-математического, я понимаю, что это большое и сложное уравнение, которое надо решить. Которое надо решить. Вот, я так и знала ваш ответ. И, безусловно, я понимаю, что либо мы его решим, и через сто лет мы забудем, что такая проблема была, и у нас будет, условно, какая-то, как от коклюша сейчас, просто прирождение, какая-то прививка, которая полностью нас от онкологии спасет. Допустим. Вот это, я надеюсь, что через сто лет это что-то будет, что-то подобное. И вот в это я верю. Я верю в то, что медицина, насколько бы ни была такой, это гуманитарная наука, она максимально точная. Максимально точная, конечно. Потому что наш организм, это, еще раз повторюсь, это очень самая сложная вычислительная машина в нашем мире. Даже сейчас на фоне вот той таргетной терапии. Да, таргетной терапии. То есть мы не можем, казалось бы, да, ингибитор и все вылечить. Вы уже знаете, уже даже метитесь прямо туда. И все равно. Но через 3, допустим, или 5 лет рак коварен, он ищет другие молекулярные пути для своего размножения. Я думаю, это бесконечный и порочный круг. И, понимаете, ну, я думаю, что... Но ваши пациенты точно выздоравливают. Это чувствуется по вам. А столько энергии. Вы подпитались вот этой радостью, счастью, выздоровлением, спасением. Человек приходит, уже стоит на пропасти. Над пропастью уже падает. Вы даете не просто канаты вытаскиваете, вы помогаете. Иногда мне тоже тяжело. Я не могу сказать, что я всегда вот... А как вы справляетесь с этим грузом? Мы же говорили, что онкология, да, это груз тяжкий. Это груз, да, это что-то... Вот с этим грузом как вы справляетесь? Эмоционально, морально? Мне помогает переключаться в спорт. То есть я занимаюсь активно спортом после работы практически каждый день. Вот это семья, это друзья, это когда ты пытаешься, опять-таки, прикоснуться к чему-то, кроме своей работы. То есть тебе надо отвлекаться. Безусловно, пациенты могут быть на связи, в телефоне, сейчас коммуникационная, почта и так далее. Но тем не менее, тебе нужно переключаться. Потому что если мы не переключимся, мы либо перегорим. Как вы уже сказали. Да, мы перегорим. Но иногда вот мне достаточно буквально одного дня отдыха, два дня отдыха. Вы, наверное, чувствуете, что вы нужны, да? Чувствуете вот эту потребность? Если я почувствую, что я никому не нужен, и я перегорю, и мне будет моя работа неинтересна, то я закончу с медициной. Я желаю каждому, кто учится на медицинском, кто пошел или хочет сделать выбор в сторону медицинского, понять, вы знаете, я забыл, как назывался этот фильм с итальянским врачом Джузеппо Бисконни. Что-то очень сложно, очень старый фильм про итальянского врача, который пошел в медицинский. Да, и если вы посмотрите и поймете, что вы так сможете, посмотрите это кино и поймете там несколько, по-моему, серий, если вы поймете, что вы также сможете себя отдавать, хотя бы половину, 50% того, что вы сможете также себя отдавать пациентам и медицине, то вам нужно идти в это. Если вы поймете, что как можно свои интересы отложить в сторону и гореть работой, то тогда, наверное, не стоит, потому что, может быть, надо выбрать другую работу. С точки зрения медицины, хотя бы должно 50 на 50. Мы должны думать, конечно, и о себе тоже, потому что мы нужны людям, пациентам. Мы должны быть сильнее. Да, и мы должны понимать, что нужно отдавать иногда всего себя полностью, свои навыки с точки зрения хирургии, допустим. Это же мои коллеги иногда стоят по 12 часов операционных. Это я должен каждый день быть в тонусе с точки зрения мозговой деятельности. Я должен знать новые исследования. Я должен понимать, какие за рубежом провелись либо у нас в стране провелись исследования с точки зрения изучения канцерогенеза, про то, что мы с вами проговорили. Я желаю всем, кто учится в медицинском, либо кто-то на начальных путях, пройдя сейчас свой путь, вот этот пошаговый этап, который привел меня к онкологии, к этому сложному уравнению в моей жизни, который, безусловно, я думаю, что нам всем вместе нужно решить. Я все-таки желаю гореть этим и не обязательно говорить о том, что когда ты поступаешь медицински, я пойду к кардиохирургам, я пойду к условно-пластическим хирургам. Почувствуйте медицину. Ее надо прочувствовать. Ее надо пройти через все этапы. Этапы анатомии, этапы терапии, этапы хирургии, этапы парамедицинских наук. Понимаете, это все настолько в медицинском поставлено правильное изучение ее, что надо это все прочувствовать, понять, и только после этого решаться, что ты готов и готов работать вот в этой сфере до конца своей жизни. Это понятно, да. Это сложный, долгий путь, который проверяет тебя, дает тебе вызовы, может быть, отбрасывает, если ты не соответствуешь этому пути самоотречения. Да, такое тоже бывает. И не случайно наша передача носит название «Быть врачом». Это значит привилегия. Помогать и спасать. Вы должны быть сильнее, вы должны знать. Вам должна постоянно жизнь подкидывать эти уравнения, чтобы вы решали. Вот я вам желаю сложных уравнений, чтобы вы постоянно, во-первых, загорались этим, была страсть к неразрешенному. Я так понимаю, еще это вас стимулирует. Тайна вас притягивает. Да, если пациент, кстати, бывает, пациента с очень тяжелыми случаями, вот очень тяжелые случаи, вот настолько я загораюсь, когда у пациента задача нерешенная, это просто нереально. Я могу пациентам посидеть полтора часа на приеме. То есть есть рутинная, стандартная ситуация. Первая, вторая линия, мы там понимаем, что здесь. А в этой случае вас не интересует? Нет, я занимаюсь этим, безусловно. Я лечу, но просто, может быть, с точки зрения меня это уже, для меня это уже выглядит простым, но когда пациент приходит, и они видят, что насколько ты завлечен, увлечен этой работой, начинаешь говоряться в документах у пациентов обычно онкологических, которые прошли путь, это большие киподокументы. Надо пересматривать диски МРТ, надо пересматривать гистологию, надо расспросить у пациента про каждую мелочь. И пациенты чувствуют, что доктор очень сильно заинтересован. То есть пациенту, ну, то есть он, да. То есть не то, чтобы что-то, но он такой. Иногда некоторые пациенты приходят, говорят, доктор, вы знаете, там мы лечимся года два. Они первый раз приходят, говорят, ну, меня никто никогда вот так вот не объяснил. То есть он два года лечит онкологию, но ему никто не объяснил, во-первых, как, что, куда, для чего и зачем. К сожалению, это рутина, когда лечатся пациенты по месту жительства, в регионах особенно. Нет времени, очень много пациентов у наших коллег, надо их тоже понять. И иногда нет времени даже что-то изучить и так далее. То есть есть какие-то семейные дела. Но я все-таки желаю пациенту, докторам постоянно быть в тонусе. Ну, это очень похоже на самом деле. Это очень похоже. Очень похоже, когда ты вот сильно устал, споржу он дисциплинирует. Когда ты очень сильно устал, у тебя еще осталось два повторения. И когда ты очень сильно устал с пациентами, допустим, но тебе нужно вот здесь добиться истины. Тебе нужно долечить, тебе нужно докопаться, не бросать на полпути это дело. Это в принципе любой работа касается. Но в нашей работе на полпути может быть жизнь пациента. Да. Понимаете? Цена вопроса – жизнь. Мне очень нравится такая речь Сергея Петровича Будкина, которую вы, конечно же, знаете, которую он произнес. Она, мне кажется, такая эпохальная. Хотя уже 190 лет мы празднуем своего дня рождения, но он актуальности не потерял. Он как раз рассуждает о жизни, о смерти, о клетке, о здоровой клетке, о болезни. И вот у него есть очень красивая цитата, что болеет живой организм. То есть болеет только живой организм. И болезнь – это естественно для организма. Но здоровая клетка, в том, что она здоровая, она должна быть, она должна находиться в состоянии равновесия. Да, баланс. Как только она теряет, начинается всё вот не так. Теряется контроль. Пошли ошибки. Ошибки множатся, как вы сказали. Не контролируем. Видите, как вы уже хорошо разбираетесь. Абсолютно верно. Я уже просто прониклась. Абсолютно верно. Вот в этих процессах. Их, конечно, нельзя не остановить, они всё равно будут запускаться. Поэтому вот… В нашей жизни всё баланс. Вот. И здесь очень важно вот эту жизненную энергию сохранять и сохранить, и сохранить это равновесие. Спасибо вам большое за очень интересную беседу и такую личную, как вы вошли в эту сферу, как вы ей зажглись, как вы несёте этот факел, передаёте её и спасаете. И ещё много жизней спасёте. Где надеюсь? Это чувствуется в вас. Спасибо большое. Здоровья вам. Пригласили. Я говорю, что я могу говорить бесконечно про свою работу. Мы можем просидеть здесь до утра, наверное. Спасибо вам, что освещаете такую тему. В принципе, становление врачей и то, как они к этому приходят. Потому что на примере, я думаю, что и сейчас уже являясь уже самым небольшим учителем, когда есть клинический, у меня есть клинический ординатор, мы пытаемся передать этот опыт. Передать эту любовь, да? Конечно. Этот опыт. Эту любовь, эту ответственность, Это какой-то пример. Это мораль. Немножечко остановить, развернуть в этом направлении. А вдруг это когда-то кому-то поможет и спасет чью-то жизнь. Да, тем более, что ваш канал смотрят наши студенты, смотрят наши ординаторы. Поэтому это очень важно. Проникнуть этой темой. Я надеюсь, что я немножко передал свои эмоции, свою страсть. Медицина – это как искусство. Это искусство. А это как-то даже любовь. Это искусство, причем, которое не требует дара какого-то, какого-то таланта, которым можно прийти. Но искусство, искусно лечить человека, не только его патологию в его организме, но и душу. Это к чему мы приходим, идем годами просто-напросто. Каждый день понимая, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. И что тебе это дает с точки зрения как человека и твоей миссии, в принципе, в этой жизни. Очень красиво. Как хорошо, что вы несете это в эту жизнь. Спасибо.